Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Как всегда в это время мы ведем беседу о том, как живется нашим любимым бизнесменам, нашим с вами согражданам прежде всего. Тема сегодняшняя любопытная, интересная и многим, я надеюсь, близка и знакома. Мы будем сегодня говорить о хобби и как можно выстроить бизнес на хобби. В гостях сегодня представляю я, Владимир Махмутов, генеральный менеджер магазина радиоуправляемых и стендовых моделей «Хобби для всех». Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Олег. Уважаемые слушатели, для вас информация традиционная. Телефон в студии 6510996, код Москвы 495 и сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте вопросы и делитесь собственным мнением на сегодняшнюю тему. Итак, бизнес на хобби. Я бы так сформулировал, бизнес и хобби. Правда ли, Вал, мы когда за эфиром разговаривали, правда ли, что сегодняшняя тема, она больше все-таки мужская? Да, это правда. Так как связано... Да, это техническая тема. Где-то близко-близко очень много репродукции используется военной техники, или это самолеты, или это танки, ну, что-то. Соответственно, это ближе мужчинам, нежели девушкам. Ну, то есть подавляющее большинство тех, кто приходит к вам в магазин, в частности, да, обращается к вам за помощью, это мужчины. Да, это однозначно. С этой точки зрения, забавно, я в интернете прочел, вот, сентенции по поводу хобби для мужчин, настолько они... Насколько выбор мал, вот, по мнению автора этой публикации, там была такая фраза, что хобби для мужчин где-то в пределах от дивана до рыбалки лежит от дивана до рыбалки. Ну, я согласен, что рыбалка это в нашей стране, наверное, хобби номер один для мужчин. Так, и тоже неплохо, правильно? Да, нет, это однозначно... Активный, да? Да, активный отдых, то есть, как бы, это хобби, вот, соответственно, как бы, но музыка тоже хобби, если ты не занимаешься музыкой профессионально. Совершенно верно. То есть вариантов много, тем не менее, да, уж не надо так сильно упрощать, я думаю, мы как мужчины могли бы и обидеться, если бы мужчинами не были, собственно. А вот, но тем не менее, давай вернем к нашему разговору, вот то, чем занимаетесь вы вообще, откуда, ну, тебе, по крайней мере, пришла в голову заняться именно этим? Это из детства все? Это из детства, это, соответственно, я думаю, что каждый мальчишка, наверное, когда-то что-то мастерил, делал, это было интересно, надо было как-то отличаться от других, иметь какую-то вещь, например, что-то спаять. Уметь еще, да? Уметь это сделать, да, воплотить, у тебя есть, у него нет, и, соответственно, на этом, как бы, это все было построено, как бы, но в любом случае, это мастерить, это что-то делать, это интересно, как бы, соответственно, вокруг тебя образуется некий круг людей общения, соответственно, вот. То есть это как-то оттуда, вот. Но в нашей стране, то есть, как бы, соответственно, перестройка, да, я думаю, что в первую очередь рынок насыщался товарами общего потребления. Ну да, да, совсем не тем, о чем мы говорим. Как бы, да, вот, и, ну, пришло время, и, как бы, где-то, наверное, я так думаю, где-то, вот наша компания организовалась где-то в 2003 году, вот, ну, к тому моменту уже были на рынке магазины или люди, которые этим занимались, ну, так скажем, это не было так массово, не было так массово, вот, как сейчас. Но сейчас это уже более массово, да? Сейчас это более массово, но прошло уже 10 лет, то есть, вот, да, уже это, так скажем, это более массово, хотя, вот, как бы, надо сразу, как бы, как бы, разграничить тему, что, все-таки, вот, это хобби, которым мы занимаемся, радиоуправляемые стендовые модели, это, все-таки, немного различные классы. Так. Да, и, соответственно, чтобы нашим слушателям было понятно, то есть, это, в первую очередь, радиоуправляемая модель, это пульт, это что-то плывет, летает, ездит и что-то движется, это обязательно, вот, а стендовая модель сродни искусству, то есть, это, там очень много течения всевозможных, то есть, это что-то собрал, покрасил, поставил и... И любуешься. И любуешься. Содерцаешь, да. И чем, то есть, как, как мы увлекаемся красивой женщиной на улице, так же моделью можно очень... Ну, не случайная красивая женщина, и то, о чем мы говорим, называется модель. Да, да. Кстати, любопытно, вот, если говорить о стендовых моделях, да, то есть, процесс ее создания и дальнейшее любование, вот, что здесь может быть даже важнее, да, для того, кто этим занимается? Вы знаете, вот, 10 лет занимаюсь, и я однозначно на этот вопрос ответить бы не смог, потому что и процесс создания, и процесс любования, он важен, то есть, я, как бы, видел модели, видел модели, ну, там, к примеру, какого-то парусника, или час, час можно потратить, и ты его не заметишь. Ты, как будто, попадаешь в некую другую область, и, соответственно, тебе непонятно, как это мастер сделал, как он этого добился, как он... То есть, вот этот час на что ты потратил? Ты разглядываешь? Да, 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 именно разглядываешь, да, как он это сделал, да, то есть, это сродни искусству, как написать картину, потому что картину тоже можно долго не отходить, то же самое здесь, да. А здесь процесс, как бы, создания модели, это, как бы, все-таки, так скажем, очень индивидуальный процесс, потому что, как бы, человек, как художник, он... Ну, вот смотри, подожди, пожалуйста, вот ты сравниваешь уже не первый раз, и, наверное, в этом есть логика создания модели с неким художественным творением. Тем не менее, для того, чтобы создать художественное творение, человек должен учиться, он должен закончить, как минимум, какие-то там специальные учебные заведения, и тогда это будет... А вот человек, который создает модели, у него же не нужно никакого специального образования? Нет, нет, никакого образования, естественно, не нужно, как бы... То есть, это доступно всем, да, любому человеку? Абсолютно. Держал он в своих руках молоток или еще не... Абсолютно, абсолютно доступно, абсолютно доступно, и, так скажем, нет, руки нужны. Ну, как минимум. Как минимум, да. И желательно, чтобы еще оттуда они росли. Да, откуда нужно, да. Но, как бы, так скажем, если брать модель начального уровня, потихоньку-потихоньку можно дойти до чего-то. Они тоже разного уровня. То есть, как бы, есть и для детей, есть чуть постарше, как бы. Вот. Отличаются количеством деталей каких-то в наборе. Вот. Вообще, слушателям, чтобы было понятно, когда они покупают какую-то вещь в обийном магазине, они сталкиваются с так называемым набором кит. То есть, что в простонародье называется набор. А вот содержимое набора, это уже надо смотреть, что в него входит непосредственно, из чего, что получится, какой конечный результат получится. Получится это конечный продукт, или что-либо нужно ему еще докупить, для того, чтобы это превратилось в какую-то вещь, как бы. Вот. Но процесс создания сам увлекательный, и, как бы, так скажем, когда человек планирует свое время свободное, да, это часть его непосредственно времени, он может отдать этому, отключившись от каких-то повседневных проблем. Ну, это тоже очень важно. Да. Мы все время говорим о хобби, которые, да, то, чем я занимаюсь в свободное время, хобби, которые я, значит, использую, вот оно для чего мне прежде всего нужно. Для того, чтобы прежде всего, да, это отвлечься от рутины от какой-то, новую реальность какую-то. Да. И как раз то, о чем мы говорим, вот такую возможность дает. Да, дает, да, да, дает абсолютно, как бы, это... Да, ну, причем, мы начали разговор с рыбалки, как бы, вот. Да, это нормально. Да, это нормально всем рыбакам, можно сказать, что есть еще активный вид, это все-таки радиоуправляемые модели, это на воздухе. В основном, эти модели запускаются на воздухе, то есть это точно так же, человек может взять семью, поехать, полетать на самолете, или на вертолете, или запустить яхту, катер. Вот. Это своего рода тоже активный отдых. Можно все-таки сказать, что надо ехать, надо... Потому что... То есть дома не позапускаешься? Нет, что-то запустишь, вот что-то мелкое там, которое летает, сейчас все, все оно летать стало, вот еще несколько лет назад оно не летало, но сейчас все летает. Вот поэтому, конечно, дома можно позапускать, это не проблема. То есть смотри, если мы говорим вот, да, на две части ты поделил, радиоуправляемые и стендовые модели. Стендовые модели, это для тех, кто предпочитает, да, какое-то уединение, дома сесть и спокойненько заниматься. Совершенно верно. А модели радиоуправляемые подразумевают активный тот самый отдых и привлечение еще и родственников. Да, это активный отдых, это, как сказать, наши люди очень любят ездить на дачу, соответственно, поле, дача, лес или речка. Соответственно, здесь можно между короткими промежутками времени запустить модель, то есть то же самое. Между грядками. Между грядками в том числе. Вот, то есть как бы, тем более сейчас модели тоже разные и удобные, и на бензиновом моторе есть, и абсолютно. То есть мотор такой же, как у газонокосилки, то есть процедура запуска такая. То есть размеры приличные, да? Ну, размеры приличные, да, модель приличная, как бы она ездит, то есть особых навыков никаких не требует. То есть можно ее завести, там погонять, там попрыгать, ну и так далее. Соревнования какие-нибудь устроить, да? Соревнования с соседом устроить, да, обязательно. Вот. Здорово, да? Сейчас мы чуть позже уже поподробнее поговорим о том, какие могут быть модели. А сейчас новости на Финам. Мы продолжаем наш эфир. Уважаемые слушатели, бизнес-класс на Финам.фм. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Владимир Махмутов, генеральный менеджер магазина радиоуправляемых и стендовых моделей «Хобби для всех». Ну, а говорим мы как раз на эту тему, как хобби для кого-то, видимо, для особо одаренных людей, к которым относится и Владимир, как хобби может приносить доход, и как сделать бизнес на хобби. Вот это тема нашей сегодняшней программы. Уважаемые слушатели, вы можете задать свои вопросы, поделиться собственными мыслями по поводу хобби. Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495. И также есть сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, и было бы любопытно узнать, насколько, на ваш взгляд, подобные хобби востребованы. Тем более, что мы начали с разговора, что это скорее мужское хобби. Кстати, опять-таки, есть избитая такая точка зрения, что мужчина от мальчика отличается лишь стоимостью игрушки. В данной ситуации можно, наверное, сказать о том, что если в детстве вы увлекались машинками, то, наверное, став взрослым, вы приобретете себе какую-то реальную машинищу, реальный автомобиль, и будете наслаждаться этим. А нет. Помимо реального, все-таки еще иногда неплохо посмотреть и на тот же самый, ну, в кавычках, конечно, игрушечный автомобиль, но вот он приносит какие-то другие эмоции, не те, что в детстве. Вот те люди, которые приходят в магазин, в частности, а не кто? Их можно как-то социально поделить на какие-то группы? Ну, я имею в виду на группы именно по социальному статусу и по какому-то интеллектуальному. Кто они, эти люди? Вы знаете, очень разношерстная публика, артисты, простые рабочие, менеджеры. То есть, как бы, здесь, наверное, так классифицировать не получится. Нет, никаким образом, потому что все-таки... Скажи мне, можно ведь говорить о том, что это не такое дешевое хобби-то все? Вы знаете, нет, нельзя. Нельзя. Нет, нельзя говорить, что это в смысле дорогое хобби, нельзя, так как есть модели на любой кошелек. Если у вас есть 500 рублей, вы ее купите. Если у вас есть 10 тысяч, вы купите у меня что-то другое. Так, соответственно, вот эта вот, так скажем, линейка товарная, она очень большая. Вот. И, в общем-то, ничем не ограничена. Хорошо, я допускаю, что можно купить стендовую модель за 500 рублей, а вот радиоуправляемую вряд ли. Вы знаете, ну, за тысячу. За тысячу можно тем не менее. Вот сейчас то, что вы видите, продается уже где-то в ларьках, в киосках, еще недавно продавалось в хоббиных магазинах и было востребовано. То есть, я говорю о маленьких вертолетах, которые вот, они еще недавно не летали и были предметом продажи таких хоббиных магазинов. Сегодня они летают и стоимость их неуклонно идет. Ну, то есть, их усовершенствовали, можно так сказать? Вы знаете, их не усовершенствовали, просто разработали технологию и поставили на данный вертолет один маленький прибор под названием гироскоп, который просто помогает модели держаться в воздухе. Соответственно, при помощи этого устройства, гироскопического, так называемого, эффекта, любую модель можно удерживать в воздухе. И при этом не надо обладать навыками. То есть, так скажем, более серьезные модели, да, но при этом эта модель, она не может каких-то выполнять сложных фигур, она может просто перемещаться в пространстве. Но, это все-таки модель, она летает. И это как раз, да, то, что доступно в какой-то низкой ценовой категории. Да, да, это может быть, это даже может быть в кое-то мере старт для человека. Он приобрел вот эту модель и собирается думать, а что дальше? А все засасывает это? Риторический вопрос, конечно. Да, 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 это сильно, это увлекает. А ты сам занимаешься, Вы знаете, как бы, я иногда могу что-то собрать, склеить, но буду честен, как бы, перед зрителями, как бы, я сам не летаю, как бы, вот. но у меня другое хобби помогать, как бы, так скажем, людям делать этот бизнес, то есть, как бы, управлять этим бизнесом. Для меня это хобби, можно сказать. Вот, но дома могу собрать модель, мне это доставляет удовольствие. Именно стендовый. Ну, всегда мы говорим, и я думаю, сейчас это опять не исключение, о том, что многие вещи, которые становятся популярными в России, пришли к нам, ну, скорее всего, с запада. Вот здесь можно эту тенденцию нарисовать? Да. Можно, да? Как это все? Так скажем, все, что к нам пришло с запада, да нет, наверное, у нас тоже все это существовало. Если брать стендовый моделизм, это репродукция, это какие-то макеты, это что-то такое, но толчок именно бизнеса, если вкладывать в эту фразу то, что мы говорим, зарабатывание денег, да, это пришло с запада. То есть, когда маленькие фирмы стали производить продукты, которые стали покупать большое количество людей. К примеру, он выпустил машину, а оказалось так, что ее захотело 100 человек. То есть, изначально это не было массовым, да? Нет, 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 и до сих пор существуют фирмы, которых, может работать один человек. И выпускают они, соответственно, штучные товары. Они выпускают где-то массовые, где-то штучные товары они выпускают. Причем, такие фирмы есть и у нас, и за рубежом. То есть, как бы, это все-таки, то есть, есть фирмы, которые развивались динамично, и на сегодняшний день большие достаточно. именно в модельном плане. Таким фирмам можно привести, например, Tamiya, компания японская. В ее ассортименте и радиоуправляемые, и стендовые модели. То есть, очень разноплановая компания и краски. Что касается красок, я, опять-таки, если отслеживать развитие, да, подобные отрасли, традиционно, опять мы берем там Советский Союз, все-таки были уже, наверное, примеры, когда и в Советском Союзе, да, продавались что-то похожее. Неестественно. Были. В детстве все собирали модели, я думаю. То есть, как бы, в любом случае, кто-то что-то клеил, танк какой-то или еще что-то, и были краски, то есть, мы так скажем, то есть, в Советском Союзе был стендовый моделизм на каком-то, несколько заводов выпускал, это был, по-моему, огонек, вот, такие были простенькие модельки совершенно, с малым количеством деталей, с малой деталировкой, и... Ну и, кстати, в основном все-таки они рассчитаны были на детей, да, на возраст. Да, 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 но уже тогда существовали, то есть, моделисты были всегда, и они знали, что на Западе есть компания, наверное, какие-то дипломаты возили. Да, 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 тогда все это было, нелегко. Да, нелегко было, доставалось, но если такая модель попадала ему в руки, это было счастьем, потому что собирать такое было удовольствием, вот, то есть, как бы, вот, да, ну, что было, еще железные дороги были, и были, скорее всего, простые кордовые модели, так скажем, тоже, это кордовая модель, это тоже набор, кит, набор деталей, который позволяет без радиоуправления управлять моделью на корде, то есть, это ручка, вот, изменение плоскости, модель летает по кругу, фактически, не улетает от тебя на дистанцию, и так вот, вот. То есть, такие простейшие варианты. Да, простейшие варианты, и вот на, так скажем, если говорить о авиамоделизме, то, как бы, он именно... А железная дорога, это сюда же, вот, эти детские железные дороги, да, это тоже, это тоже то, о чем мы говорим. Да, вы даже не представляете, сколько еще туда чего входит. Не представляю, потому что у меня была в детстве, ну, такая простейшая, естественно, по кругу двигалась, по-моему, там, шесть или восемь. Да, я вот, как бы, ну, когда там, 4-го числа приехал с выставки в Германию, то есть, как бы, там два с половиной павильона относятся, вообще 12 павильонов, так два с половиной павильона относятся именно к тематике хобби. Огромный павильон и целый павильон отдан железным дорогам. Это большая площадь, как бы, то есть, там есть и большие компании, и маленькие, вот, как-то они вместе, вот, существуют. То есть, даже иногда бывает, что маленькие компании выпускают продукцию для больших. То есть, вот, в таком плане. Вот, и, соответственно, ну, сейчас, там, компания Мёртлин, например, показывала на выставке образец железной дороги, то есть, ну, они из года в год это делают, как бы, интересно, но уже новые технологии прорывные, то есть, это планшетник, управление поездом, разводка, то есть, это вот такого плана, то есть, это, естественно, все звуковое оформление, достаточно интересно. Тоже, то же самое, подошел к стенду и 20 минут тебя нет. и не оттащишь тебя. И причем, опять надо говорить, что это не только завораживает, да, детей. и взрослых. Нет, 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 ни в коем случае, то есть, это, детям понятно, это интересно, вот, но, их больше, наверное, интересуют вопросы в раннем возрасте, как это едет, как это работает, не движется, да, а вот взрослых, наверное, как это все-таки... потому что взрослые уже, наверное, какие-то более... Глобальные вещи, да, да, способен увидеть, проникнуть вглубь этого мероприятия. Но только, если мы вспомним опять, то, что было в Советском Союзе, то, что сейчас в России, естественно, так сказать, разница уже велика. Велика. Во многом, то, что мы видим сейчас на полках, на прилавках, это из-за рубежа, да, история? Это из-за рубежа, но есть производственные компании в России, вот, они также развивались, не стояли на месте, ну, в первую очередь, это компания «Звезда», которая является все-таки производственной компанией, вот, в первую очередь, а потом уже является импортером некоторых брендов на нашу руку, вот, и компания, это московская компания, да, и, соответственно, компания «Моделист», это Санкт-Петербург, она тоже производственная, как бы, моделисты ее знают хорошо, то есть, и, вот. Это вот два основных момента, да? да, я, как бы, других не перечисляю, у нас есть еще производители, как бы, ну, других, как бы, так сказать. В том плане, что не все, что на прилавках, в товар-магазине, по крайней мере, да, это зарубежное? Нет, ни в коем случае, мы в первую очередь обращаем внимание на то, что произвено здесь, потому что, с точки зрения моделизма, они именно производственные компании, когда что-либо делают, они делают это с учетом потребности наших покупателей, например, это советская техника, или еще что-то. Это более интересно для людей, которые это собирают. А, кстати, вот интересно, зарубежный производитель или отеческий производитель, а всегда ли зарубежный будет предлагать модели, естественно, зарубежных каких-то, зарубежной техники, а отеческий будет советскую технику, российскую технику, или нет? Нет, каталоги компаний западных очень разноплановые, там присутствует техника всех стран, вот, я думаю, что в своей производственной программе они как раз используют анализы очень глубокие, то есть, это, я думаю, они обладают достаточной информированностью о том, сколько человек занимается в стране моделизмом. И, соответственно, готовит релиз или выпуск той или иной модели именно для определенной страны. Соответственно, если взять, к примеру, компанию, да любую, то есть в ее ассортименте найдешь технику и немецкую, и русскую, и советскую, и так далее. Но есть специализация. О специализации мы сейчас поговорим, чуть позже послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Арест продлили. Дмитрий Виноградов, который расстрелял коллег в столичном офисе, останется под стражей до 6 апреля. Такое решение принял Бабушкинский суд Москвы. Безобразным качество сотовой связи в столице назвал Дмитрий Медведев. Я приехал в Москву в 99-м году. Был удивлен, что город, который самый большой, является столицей и такое качество связи, сказал премьер на встрече с экспертами открытого правительства. Проверить детскую книгу Ксении Драгонской «Целоваться запрещено» просят екатеринбургские общественники. Президент фонда Уральский родительский комитет Евгений Жабреев заявил агентству «Итартас», что в произведении в том числе описываются способы самоубийства. Анастасия Юрьева, служба информации. Итак, друзья, мы продолжаем наш сегодняшний эфир. Бизнес-класс на Финам-ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. И сегодня говорим о хобби. Ну, видимо, немножко мы отвлеклись от стандартного нашего ведения этого эфира. Все время о бизнесе, о бизнесе. А сейчас решили расслабиться и поговорить о хобби. В гостях сегодня Владимир Махмутов, генеральный менеджер магазина радиоуправляемых и стендовых моделей «Хобби для всех». Хобби, о которых идет речь, все-таки преимущественно, как мы выяснили уже, мужское. Мы говорим сегодня о моделях, о возможностях собрать и любоваться ими дома. Либо, если речь идет о радиоуправляемых моделях, устроить некий загородный себе викенд. Устроить некий активный отдых, тем не менее, вот еще и занимаясь полезным делом. Значит, мы закончили предыдущую часть эфира, Володь, разговаривая о том, ну, действительно, вот, мне показалось это логичным. Если речь идет об иностранном производителе, то он может концентрироваться на технике иностранного, иностранного производства. А если это отечественный производитель, то он только советский или российский. Но это не совсем так, как я уже понял. Если можно, давай мы более детально именно о радиоуправляемых моделях поговорим. Вообще, что это за модели? Я имею в виду, что это, что доступно, да, вот? Я понял. Этой отрасли. Да, ну, значит, для наших слушателей, чтобы они как бы ориентировались, да, что предлагают магазины к продаже. То есть, радиоуправляемые модели внутри немножко классифицируются на, так скажем, на РТФ-наборы, это Ready to Fly, которые готовы к полету или готовы к употреблению. То есть, человек, покупая такой набор, имеет в нем все, что нужно для дальнейшей эксплуатации. Это может быть самолет, лодка, катер, танк и так далее. То есть, главное, здесь ему ничего не надо делать? Нет, надо. Нет, надо. Руки... Руки все равно нужны. Вот одна основа вообще бизнеса, это руки должны быть приложены всегда. Всегда, я понял. Да, это, если вещь готовая, и надо ее эксплуатировать, в принципе, это не модельная. Это немножко... Другая история. Другая история. Магазин игрушек надо. Да, совершенно верно, да. Ну, это как бы исключение из правил. Вот, и, да, и вторая, значит, бывают наборы, так называемый кит. То есть, опять же, как я в начале передачи сказал, в этот набор надо смотреть, что туда входит. То есть, возможно, у человека уже есть аппаратура управления, к примеру, и ему она не нужна, да? Для чего, зачем ее, за нее платить? Как бы, когда можно просто купить самолет, в котором вреду установлен уже двигатель, есть аккумуляторная батарея, к примеру, если это электросамолет. Вот, то есть он взял его, присобрал и... А аппаратура управления может отдельно продаваться? Совершенно верно. Аппаратура управления может продаваться отдельно, как бы. И подходить к разным моделям, да? Подходить к разным моделям, да, потому что, как бы, там есть прием-передающие устройства, как бы, соответственно, ее можно использовать в дальнейшем, так скажем, копи-фраз. Вот. Значит, ну и, соответственно, в принципе, и лодки, и самолеты, и катера выпускаются и в таком виде, и в таком виде. Если этот человек профессионально занимается, к примеру, покупает машину, ему не обязательно покупать полный комплект с аппаратурой, даже с двигателем, потому что двигатель у него может быть свой. То есть это просто тележка, колеса. Да, куда он уже покупает тот двигатель, которому он нужен, и получает ту вещь, которая ему необходима, как бы, пример. Вот. Но популярность наборов Ready to Fly связана с тем, что это все-таки массовый продукт. Да. Нельзя отрицать, что это продукт массовый и рассчитан, прежде всего, на людей, которые, как бы, может быть, хотят этим заняться и не хотят глубоко вдаваться в подробности. Что там... А в даться есть куда, я так понимаю, да? Подробностей предостаточно. Подробностей предостаточно. И в даться есть куда, и... И, соответственно, существует некий сегмент такой профессиональный уже, да, где ребята вот погружены настолько... Да, да. Где ребята погружены настолько, они разделены сферами, и, то есть, они общаются в блогах, они общаются на форумах, и, соответственно, еще... Соответствующие форумы есть, как бы... То есть это своя каста такая, да? Это своя каста, да. То есть и дальнейшее деление, то есть если это люди, которые ездят... Ну, знаете, они иногда переходят из области в область, то есть человек, который, например, увлекается машинами, ездит на пятом масштабе, он может кататься и на маленькой машине, перейдя в более... Пятый масштаб это... Это большая бензиновая машина, да, соответственно... Один к пяти, я так понимаю, да? Вот есть настоящая, а эта в пять раз меньше. Это тоже прилично. Ну, это прилично, но тут надо говорить о прототипах машин, соответственно, это... Ну, пятый масштаб это прилично. Сейчас мы о прототипах поговорим, сейчас ответим на звонок у нас на линии Павел. Добрый вечер, вы в эфире, говорите. Алло, Павел, говорите, вы в эфире. Да, 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 спасибо. Скажите вопрос такой. А вот эти всякие модели, они же могут оснащаться видеокамерами, я так понимаю, да? Да, да, конечно, да. То есть это может быть, эти видеокамеры, наверное, могут работать по... как бы... как бы это сказать... по пульту из соноуправления, да? Ну, разные, то есть сейчас есть разные течения, то есть как бы есть камеры, которые непосредственно пишут на модели, ну, это обычная камера, которая с обычной симкой. Да-да-да. Да-да, и, соответственно, есть времяпередающие устройства, которые позволяют передать видео непосредственно на пульт. Ну, вот видите, и все наше, так сказать, вот хобби упирается в статью 138. Да-да-да. Понимаете? Да, то есть мы бы хотели бы, конечно, развивать хобби, заниматься хобби, но вот... Вы знаете, мы... Нет, ну, как в статью, то есть как бы, ну... Просто в статью, вот непосредственно, вот в статью. Ну, это понятно, как бы, ну... Ну, то есть вы имеете в виду... Незаконное производство, сбыт, приобретение в целях технических средств предназначенных для негласного получения информации. А, вот вы куда, Паль? Ой, ну это... Ну, это... Ну, это... Спасибо, спасибо, Павел, да. Я тоже сначала не понял, да, издалека, издалека, а вон, оказывается, что... Да, конечно. Нет, ну я так думаю, что действительно, да. Ну, это... При желании-то... Нет, при желании, то есть можно любое... Действие человека или там... Конечно. Да, это все такое. Не будем порфить сегодняшнюю тему. Мы говорим о радостных вещах, мы говорим о хобби, мы вспоминаем детство тем более. Давай вернемся. И я хотел бы поподробнее вот услышать о том, а что это за... Да, как... Что это за модели, значит. Мы говорим, что это автомобили могут быть, да? Причем различного класса, различные страны-производители. Это, может, военная техника разная, да? Вы знаете, радиоуправляемая... Да, военная техника, ну, танки, вот, существует, так скажем, отдельное направление есть, и танковый клуб, кстати, в Москве, как бы, который проводит соревнования, это группа людей, которая увлечена, так скажем, именно, увлечена именно танкостроением, то есть покупается, к примеру, набор танка, и в дальнейшем человек его уже доводит до того состояния, до которого ему нужно. Потому что в той версии, в которой он изначально продается, ну, ребенку, может быть, интересно будет играть, а вот уже профессиональным человеком, он его может перекрасить, он может его оснастить металлической гусеницей, там, усилив трансмиссию. А, кстати, если говорить вот о радиоуправляемых, они изначально... Из чего? Какой материал у них? Вы знаете, как бы материалы различные, то есть изначально, если... Но металлический, ты говоришь, это уже там... Нет, металл, металл это в машинах. Используется металл, металл, пластик, смешанные материалы, как бы, вот. А в самолетах изначально использовалась бальза. То есть это бальзовые самолеты, которые... Это легкое дерево, произрастает в Эквадоре, из них теплых странах. Вот. Соответственно, да. И сейчас, как бы, пластики. Пластики, конечно, особенно вот в среднем, так скажем, в самолетах со средним размахом крыла, потихоньку выдавливают традиционные, традиционные модели, как бы. Именно пластик выдавливают. Именно пластик. Ну, там он называется немножко по-другому. ЕПП. ЕПП тоже, ну, легкий, прочный. Ну, в принципе, моделисты его по достоинству оценили. Как бы, и удобство, и эксплуатационные, так скажем, хитверистики, потому что все-таки бальзовый самолет после, так скажем, неловкого падения или неудачной посадки, может быть, даже будет труднее собрать, как бы, и восстановить, так скажем. Вообще, вот, есть здесь проблемы, да? Ну, мало ли там. Ну, проблемы есть. Вы знаете, как бы, проблемы есть, да. То есть, как бы, во-первых, надо летать в определенных местах, потому что все-таки это... Что-то летит на скорости. Вот. И, соответственно, чтобы не поранить никого. То есть, во дворе, да? Нет, нет, конечно. Никакого двора. То есть... За город. За город, да. Или это пустырь, да. То есть, там можно собраться со своими коллегами и полетать, собственно говоря. Вот. И... Вот мне... Извини, я вернусь. О масштабе мы когда заговорили, да? Один к пяти. Это речь шла о гоночном автомобиле, я так понимаю, да? Да, нет. Нет, гоночные автомобили, да, есть пятого масштаба, соответственно. Вообще, что такое гоночное? То есть, машины... Вот любые машины классифицируются по, так сказать, своему назначению. Шоссейная машина. Это для твердого покрытия. Вот. Так называемые есть он-роуд и оффроуд машины для бездорожья. И там, и там проходят соревнования, то есть люди... Соответственно, эту машину надо эксплуатировать на жестком грунте, богиную какую-нибудь багу или монстр, как их еще называют. Интересно, эта машина на больших колесах, надо уже, так сказать, для них... На пересеченной местности. Да, на пересеченной местности, ну, там везде свои интересы. То есть, там, где пересеченная местность, там трамплины, там прыжки, вот. А где шоссе, там скорости. Там, как бы, скорость, вход в вираж, как бы, соответственно, то есть абсолютно разный. Это здорово. Сейчас, подожди, мы к этому вернемся. Все-таки я вот очень заинтересовался одной картинкой на сайте, где демонстрировали рабочую технику, рабочую. Экскаваторы, тракторы, грейдеры, вот эта вот история. Я понял, 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 да. Ну, на самом деле, это увлечение. Ну, я не знаю, где у нас такое есть. Специфическое. Специфическое, конечно. Да. То есть... В чем кайф-то? То есть, в чем кайф? Куча песка, то есть, ездят грейдеры. Это опять, извини, это опять, если по Фрейду, помнишь, да, мы в детстве, ну, я уж так говорю, помнишь, как будто мы вместе это делали. Но тем не менее, в песочницу-то мама водила, и вот он, да, вот он совочек, вот она ведерка. Вот, вот она ведерка. Отсюда, может быть, это все. Отсюда тоже. Но здесь еще реально... То есть, ты управляя техникой, все-таки наши трактора, надо было что-то там... Да, да, да. А здесь... Отталкивать все время. Да, а здесь он сам копает, сам возит. То есть, соответственно, это интересно. И, то есть, можно эту кучу песка перевести, не так сказать... Или построить карьер, или еще что-то. Ну, то есть, соответственно, это какой-то абсолютно свой интерес в этом. Ну, можно сказать, что это все-таки не слишком популярно вот именно модели обучителей? Вы знаете, я... Вообще, если брать отдельные виды, хобби, в том числе, если взять вот этот отдельный, о чем вы сказали, ну, я думаю, что, наверное, да, может, я ошибаюсь, и слушатели как бы меня поправят, там, если кто-то позвонит. Вот, ну, я думаю, что нет. То есть, как бы... Это тоже популярно? Ну, я думаю, что это популярно, но не у нас. Вот, то есть, так вот. Есть такая история. Да, да. То есть, вот, приблизительно... Ну, я предположу в таком случае, что одной из наиболее популярных все-таки являются модели гоночных автомобилей, потому что народ погоняться, да, с удовольствием. Да, да, так скажем, все-таки автомобильная тематика, она, как бы, наверное, одна из самых популярных в этом виде, потому что все-таки различный масштаб, так скажем, можно начинать управлять автомобилем уже с раннего возраста. Вполне, да. По примеру, это какая-то простая модель. Не надо на права сдавать, да? Не надо на права сдавать, да. И, соответственно, как бы человек к какому-то определенному возрасту уже... Уже приобщаются. Уже приобщаются к этому. Мужское занятие. Да, мужское занятие. Мы сейчас еще раз, Володя, послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, мы продолжаем наш эфир, говорим о хобби сегодня, о хобби, о приятных, любимых, любимом времяпровождении, ну, для большинства мальчишек и мужчин, как оказалось. В гостях Владимир Махмутов, генеральный менеджер магазина радиоуправляемых и стендовых моделей, хобби для всех. И, соответственно, наш разговор сегодня именно о моделировании. Ну, вот, очень интересно, мне, по крайней мере, идея радиоуправляемых гоночных автомобилей. Ну, я предположу, много ли, мало ли людей, сейчас мы не будем оценивать, да, заниматься этим или стремиться таким образом провести свое свободное время. Но, очевидно, что вот по этому интересу наверняка есть какие-то, ну, если, да, есть какие-то сообщества, есть группы. Есть, есть, конечно. Вот, каким образом они взаимодействуют, устраивают, наверное, соревнования, какие-то гонки, что-то. Да, ну, сообщества есть, конечно, они устраивают соревнования, да, то есть, ну, если говорить, вот мы говорили о пятном масштабе, например, да, то есть, как бы, есть Бахерессинг, так называемый. Да, это машина пятого масштаба, как бы, заднеприводная и полноприводная, то есть, там, как бы, два класса участвуют, у них трассы в Раменках, я знаю, есть, да. То есть, люди непосредственно своим, так сказать, участием личным, то есть, готовят трассу, проводят соревнования. Иногда это, это какие-то, даже вечерние гонки были с прожекторами, то есть, я наблюдал это. Стоит рейсинг какой-нибудь, да? Ну, там, да, то есть, как бы, и борьба идет нешуточная, то есть, как бы, постоянно, постоянно, это интересно, то есть, как бы, люди таким образом проводят свое время, так скажем, вот. Ну, и таких примеров, так скажем, масса, то есть, как бы, если, то есть, потому, так как, машина бывает так же сейчас электрически, и на калийном топливе, соответственно, это разные увлечения людей, разные увлечения людей, как бы, вот, и разные сообщества, потому что надо все-таки соревноваться с подобным. Ну, безусловно. Даже если вот просто представить, да, что ты в какой-то момент заинтересовался радиоуправляемый, приобрел автомобиль, выехал за город, ну, и каким-то образом, вот, его там, туда-сюда гоняешь, а потом становится скучно, и... Хочется найти еще такого же любителя. Да, хочется найти, с кем-нибудь пообщаться, посоревноваться, может быть, перенять какой-то опыт, потому что там все-таки есть тонкости с настройками. Вот, кстати, говоря о тонкостях, о настройках, ну, и если можно, если мы уже опять сейчас об автомобилях заговорили, это проще и понятней, все-таки обычный автомобиль, ну, я имею в виду такой настоящий, да, он требует, естественно, автосервиса периодически, ТО и прочих вещей. Вот, для модели это актуально? Для модели это актуально. Для модели это актуально, то есть, с моделью надо обращаться точно так же аккуратно, как со своим авто, вот, и следить за ней. То есть, так скажем, несвоевременная замена той или иной детали может привести к более серьезным повреждениям. А детали где эти заменяются? Детали заменяются людьми самостоятельно, то есть, там ничего сложного нет, на самом деле, как бы. Ну, то есть, я прихожу к тебе в магазин, да, и говорю, мне нужно вот условно... Да, мне условно нужна там шестерня или там сцепление, там, такой-то модель. Но вообще вот это, так скажем, запчасти для радиоуправляемых моделей, это отдельная тематика, это достаточно сложно. Достаточно сложно, потому что модельный ряд меняется. достаточно активно. И, как бы, правило, производители могут что-то поменять в конструкции, и уже предыдущая версия модель, ну, то есть, не... Ну, понятно, то есть, если ты купил, да, автомобиль некоторое время назад, то он устарел через какое-то время, и ты должен... Да, да, то есть, может быть, скорее всего, может быть, человек найдет эти запчасти, но уже где-нибудь, там, в единичном экземпляре и случайно, так скажем. Вот. То есть, а так-то, естественно, ТО, надо обязательно после гонок помыть машину, то есть, протереть... То есть, все по-взрослому? Да, все по-взрослому, потому что... И посмотрите, потому что могут быть скрытые повреждения, незаметные глазу, то есть, как бы, определиться, что там, чему. Вот. Давай, у нас, к сожалению, последняя часть, и времени не так много, и то, что мы планировали до эфира, ну, опять, начиная с того, что тема, о которой мы сегодня говорим, в основном мужская, и тем не менее, ты мне сам же сказал, что бывают и девочки, да, приходят девочки. Ой, бывают, да. Как это выглядит? Чем они занимаются? Как это выглядит? Ну, это бывает как? То есть, если говорить о стендовом моделизме, там девушки присутствуют. То есть, присутствуют, и они очень хорошо красят, собирают и... Очень хорошо красят ногти, ногти, волосы. Нет, 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 именно модель собирают и красят, хорошо. Есть, в стендовом моделизме есть миниатюры. Да, это отдельный, как бы, такой, так скажем, подвид этого моделизма, потому что... То есть, главное здесь именно миниатюры, то есть, это вот какие-то... Да, это фигурка человека, да, может в разном масштабе быть. А, и человека даже там. Естественно, это художественная роспись. То есть, если вы смотрите, это может быть какой-то персонаж из, я не знаю... Из сказки. Из сказки, фэнтези, или это реальный, реально существующий человек. То есть, есть специальная техника росписи этих фигурок. То есть, на нее точно так же можно созерцать. Ну, смотри, ну, это отдельная тема. Я, честно говоря, впервые об этом слышу. Я так вполне предполагаю, что девочки могут, да... Да, да, да. Но, как бы, я говорю, что это им, да, и то есть, соответственно, те... Это им ближе. Это им ближе. Это им ближе. Да, это им ближе. Но в радиоуправлении тоже встречаются девушки, которые управляют всей этой техникой. Ну, естественно, их меньше. Их меньше. Ну, это, опять-таки, если сравнивать, да, женщина за рулем... Ну, наверное, это даже тут будет так, что кто-то в семье увлекается. Скорее всего, или отец, или муж. Кстати, вот тоже очень интересно. Ведь, очевидно, да, мы говорили, что занятие вот этим хобби мог дать отдушину не только одному человеку, а еще и близким его, да, семье или, так сказать, друзьям, там, большой компании. Вот насколько часто именно этот вид хобби для семейного времяпровождения? Ну, вот такие примеры, знаешь ли, что там с семьями приезжают и... Вот, знаете, ну, вот прям, чтобы с семьями... Вы знаете, при нашем речи... Ну, отец с сыном может быть, да? Нет, отец с сыном, нет, это пожалуйста. Это всегда, это повсеместно. Там бывает, полная семья приезжает, то есть, как бы, и мать, и отец, и сын, то есть, все присутствуют, как бы. Вот, ну, как правило, это отец с сыном все-таки, если говорить, как бы. Ну, потому что при нашем ритме жизни, как бы, все экономят время. Ну, да, да, это надо найти время. Надо найти время, чтобы поехать. Все вместе. Да, куда-то выехать, то есть, это такое вот дело. Я понял. Ну, и, собственно, ближе к финалу, хотелось бы услышать от тебя, вот, как ты видишь развитие, да, подобного бизнеса, подобных интересов у нас в стране в ближайшее время. Ну, как бы, бизнес этот развивается планомерно, вот, без каких-то таких... Кстати, мы начали, вначале заговорили о том, что не так велика конкуренция, да, на этом поле. Вы знаете, как бы, нет, конкуренция велика. Есть такие, да? Есть такие конкуренции, да, и она существует. Причем уже на сегодняшний день, как бы, скорее, она уже не внутренняя, а общая, мировая. Общая, мировая. То есть, товар, который проникает сюда, на наш рынок, как бы, соответственно, и он... То есть, это и есть конкуренция. Если раньше мы конкурирули внутри страны, то сейчас, как бы, надо четко понимать, что человек, если не купит, например, в твоем магазине, то он найдет место, где купить эту вещь по достоинству. То есть, конкуренция жесткая достаточно, да? Конкуренция жесткая, конкуренция жесткая, и борьба такая, ну, так скажем, нормальная. Серьезная борьба. А насколько серьезно также проникновение интернета в этот бизнес? Ну, я думаю, что исключений никакого нет, как и в любом другом. То есть, у вас, помимо физического магазина, есть и интернет-магазин, я так понимаю. Да, да. Как можно, вот, с помощью интернета приобрести модель? Да, очень просто, как бы, либо позвонить по телефону, либо оформить заказ непосредственно на сайте. А выбрать, выбрать, потрогать, попробовать? А это в магазин. Это в магазин, надо прийти, приехать в магазин, непосредственно там на месте посмотреть, открыть коробку с интересующей тебя, так скажем, моделью. Ну, и посмотреть. Ну, то есть, там выбор на месте. То есть, вы знаете, я просто выбираю, да, что мне там по картинке понравилось, например. Да, да. А потом приезжаю к тебе уже непосредственно. Непосредственно. Ну, как бы, есть несколько, так скажем, видов клиентов, которые знают, что покупают, уже едут непосредственно. Либо которые просто хотят определиться, посмотреть вживую, что это такое. Ну, тогда лучше, конечно, да, наверное, именно очно покупать. Да, да. Не в интернете, а лучше. Нет, ну, естественно, вообще физический магазин важен для этого бизнеса. То есть, как бы, наличие такое. Валерий, скажи, пожалуйста, какие сейчас основные тренды, вот, что наиболее сейчас востребовано, да, теми, кто это хобби проповедует? Именно на рынке, да. Ну, вообще, сложный вопрос. Востребовано все. Объем. То есть, единственное, объем того, что востребовано, например, там, если говорить о машинах, радиоуправляемых самолетах, вертолетах, рынок постоянно динамично меняется. То есть, даже где-то становится похожим, где-то, ну, я не могу сказать точно, на рынок радиоэлектроники с постоянным трендом вниз. То есть, вот, новая модель, вот, что-то с этим. Но на серьезные модели это никак не распространяется, нет. То есть, как бы, то есть, надо просто иметь, так скажем, надо иметь в магазине тот ассортимент под ту публику, под которую к тебе приезжает, то есть, непосредственно. Но, оговорюсь, что иметь все в этом направлении, иметь невозможно. Те, кто-то ставит все такие цели, это... То есть, какая-то спецификация должна быть, да? Да, да, все-таки специализация какая-то будет. Ну, то есть, вот, например, я торгую, там, в основном радиоуправляемые модели, а стендовые... Да, а стендовые... То есть, магазины так и делятся. Он торгует либо стендовыми моделями, либо радиоуправляемыми. То есть, магазинам, которые торгуют и стендом, и радиоуправлением на профессиональном уровне, их практически нет. И это сложно. Это сложно, потому что... Это сложно удержать. Большой объем, да? Большой объем. Потому что другой контингент клиентуры. Да, разный контингент клиентуры. То есть, разные потребности. И это совершенно разное течение, так скажем. Вот. Но, 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 с точки зрения, так скажем, устойчивости компаний на рынке, лучше все-таки иметь смешанный ассортимент. Ну, потому что за тенденциями вот этого рынка тяжело следить, за изменениями, что там происходит, ввиду того, что, ну, непонятно, что завтра человек, какой человек. Да, да, чего заходит. Ну, вот я об этом и хотел как раз узнать, откуда идеи эти, откуда они появляются. Вот, завтра будет популярно вот это. Почему? Потому что вышел фильм, да, одноименный. Да, да. Или там, я не знаю, книжка какая-то, или комикс. Да, да, да. Именно так. То есть, как бы, во-первых, телевизионная реклама, это, так скажем, на первом месте стоит. Кстати, компания Диагостини, вот, которая на рынке присутствует, как бы, проводит этот, так скажем, такие продажи. Вот они вот сейчас вот постоянно идут там, то собери корабль, то собери машину, то, да. Во-первых, это доступность, то есть, как бы, люди, покупая это где-то в конечных точках, киосках, магазинах и тому подобное, не везде магазины модельные есть. Павел, извини, пожалуйста, время у нас уже и заканчивается. Друзья мои, огромное вам спасибо за внимание. Сегодня в гостях был Владимир Махмутов, генеральный менеджер магазина радиоуправляемых стендовых моделей «Хобби для всех». Пусть у вас будет хобби, будет свободное время, проводите его с пользой. Всего хорошего, успехов в бизнесе.